Телеканал КРТ представляет То, что не ведем переговоры с террористами Ну, я вам хочу сказать, может быть, еще и не торгуем с террористами Понимаете, мы же понимаем, что это есть риторика Порошенко Вы понимаете, разные могут быть национальные лидеры Но хуже всего лидер нации выходит из барыги И мы видим, у нас был вот такой, так сказать, главпатриот из барыг Он мог в одном месте говорить так, в другом так При этом абсолютно не испытывая внутри себя никакого, извините, интеллигентского когнитивного диссонанса Это, во-первых Во-вторых, что такое Минские соглашения? Вот если очень просто сказать Они, во-первых, закрепили, стали результатом военной кампании И они были подписаны по итогам военной кампании Да, будем откровенны, они были подписаны по принципу вэвиктис Горя побежденным И Петр Алексеевич, у которого, я всегда говорю, было две группировки в окружении Дебальцевская и Липецкая Ну, одну он хотя бы сумел вывезти, говорят, из окружения И даже оборудование Но не из Дебальцева Вывезли из Дебальцева? Нет Ну, сначала же более ценную Ну, послушайте, у Барыги своя Брестская крепость в тылу врага была Ну, это один момент Следующий момент В чем они заключались? Что сначала, вот если вы почитаете Устраняются все причины конфликта Создаются сдержки и противовесы против его возобновления И после этого Украина получает контроль над границей Порошенко с первого момента И это там четко все прописано Порошенко, как тот человек, который летел с десятого этажа И говорил, господи, пить, курить и по бабам ходить не буду Упав в сугроб, сказал, какие глупости в голову ко мне лезут Он сказал, сначала контроль над границей А там мы внутри все отрегулируем Ну, как бы сказал Филатов Сначала контроль над границей, вешать потом Тем более, вот то, что я недосказал Ведь все разговоры о реинтеграции Это очень сложнейший процесс Как операция на сердце Или вот на мозге у наших, так сказать, патриотов Столь же сложная операция Они подменяют это разговорами А как мы будем поступать с жителями Донецка и Луганска Когда мы потом возьмем власть Ну, там, так сказать, фантазия не знает границ Это даже интересно читать Никто не занимается реальной интеграцией Всех устраивает этот процесс Более того, есть представление почему-то Что европейцы будут это делать за нас Или американцы Или что европейцы будут ради Украины Давить на Россию Я вам хочу сказать, что это я сказал еще в 15-м году Если вы кому-то делегируете право Выступать от своего имени То есть делегируете часть своего суверенитета То он эту часть суверенитета будет использовать В собственных национальных интересах А не в ваших Вы же ему делегировали право Поэтому, когда, так сказать, сейчас возмущается Что о чем там Климкин пишет О чем там разговаривал козак с советником Меркель Ну тебя же не беспокоило, Паша О чем разговаривал Разговаривала Нулан с Сурковым Более того, со второго раза Она даже прекратила вас ставить в известность О чем она разговаривала Ну, Павел, ты, наверное, не понимал С первого раза, с второй раз Она тебе решила не объяснять При том, что Нулан была Ну, если так, в нашей терминологии Проукраинским политикам и антироссийским А сейчас пришли люди, которым вообще Это все неинтересно Мы понимаем, что никому неинтересно Заниматься этим конфликтом Более того, мы очень преувеличиваем Сидя в Киеве Важность этого конфликта для России Если мы возьмем для Украины за 100% Нашу, ну, важность для Украины То для России это в лучшем случае 15-20 Я боюсь, что меньше А для Германии и Франции это 3-5% А для Соединенных Штатов Когда они о нем вспоминают Это повод шпильку вставить России А когда забывают, вообще нет этого конфликта Вот надо понимать, что Надо первое сказать Конфликт можем решить Только мы сами И я хочу сказать И я выскажу такое, может быть, крамольное Точкой зрения Но на самом деле Если бы у нас действительно была бы дипломатия А не то, что мы видим Да, на брифингах То, безусловно Опытные дипломаты Постарались бы вести параллельные переговоры С руководством Есть термин Руководство де-факто Руководство де-факто Отделившихся территорий И Российская Федерация И пытаться вбивать клин Договариваться о разном немножко Если бы это были дипломаты А то, что мы имеем Ну, вы понимаете У нас каждый перец Назначенный на дипломатическую должность Мнит себя Миттераном Вот последний Последний Миттеран Так сказать, или Талераном Блин Или Миттеррихом Кем хотите Миттеррихом Значит, каждый Этот Последний вот такой Наш Деголь Поехал в Берлин Фамилия у него Резников Ну, вот Он сказал Как он теперь решит конфликт И я последний момент скажу Ужас же украинской политики Заключается в том Что они забыли Что любой человек Который едет на какие-то Международные переговоры Должен, блин, иметь инструкции Официальный документ Уполномочия и инструкция Это прописывается У нас внешнюю политику Определяет президент То есть президент Или министр иностранных дел Который в кабине По его пути Пишет инструкцию Что можно говорить Что нельзя говорить Так сказать В каких рамках Сегодня мы ведем переговоры Отсюда до сюда Нет Великий, так сказать Едет дипломат Так сказать Местечковый адвокат В прошлом Так сказать И он едет решать Будапештский меморандум Ну послушай Китайцы глядя на тебя Только чуть-чуть Прижмурятся еще больше И спросят А это кто такая Будапештский меморандум Он собирается Так сказать Пересматривать Так сказать Мы Ну действительно Это же очень странно Мы все время пытаемся Мы Те люди Которые нас представляют Но это тоже мы Отчасти мы Это Они как бы берут на себя Какие-то вселенские полномочия И более того И они даже не понимают Как на них смотрят Их западные коллеги Кадровые дипломаты Кадровые политики Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok